всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно будет интер и на ваших глазах мы будем обозревать карту сизит rz его это у нас пятый раунд алимера капа карта стрейф и проходила с 3 марта по 8 это был первый раунд который длился не три дня а уже пять дней результаты были более сильные у игроков и собственно к ним это них мы тоже дойдет ну давай ты показывай сначала карту так как я не участвую до потолок как вы видите он желтого цвета это к сожалению текстура взята наверное из трикхаус или скос один еще откуда-то взята и нестандартно использовалась у меня пак стоит на замену поэтому такая желтая и полосатая в общем низу на скилл когда мы пересекаем стартовую линию она начинается где-то дойдет ну вот красная так понимаю доска не можем можем ее пересекать несколько раз и я спойлер ну сразу там один человек ставим ресетом демку послал но мы ее тоже посмотрим это я тоже в общем что мы видим небольшую палочку по которой не за наверно на мостик которая который может быть немножко сбивать с толку потому что очень очень мало карт так начинается новый взгляд в общем перепрыгиваем мостик прикольные статуи какие-то рампочки двери по рампочкам прыгать нельзя по ним можно только скользить и вверху мы видим есть и сразу можно поговорить а вот отсюда то есть мы берем есть да и на полу на поверхности где расположен есть у нас триггер черт я так понимаю который очень быстро убивает но а еще если допустим вот так то он дается на одну секунду если просто его взять казал то есть многие наверняка поправили взять есть посмотрели то что он дается на одну секунду тратит кучу времени и забери его под подбор да но тут есть слишком следующее после хейста у нас видимо стоит триггер который дает еще 10 секунд этого хейста поэтому ой а нам или не даст даст дает сюда вот мы когда мы пролетаем видимо вот тут вот с выхода с этой платформы дается 10 секунд хейста собственное кстати можно посмотреть на как он натянут если чуть-чуть кривенько может быть можно вот здесь потолком зацеплять прикинь просто сюда прыгаешь это я быстрее в разы будет я тестить не буду но забираться примерно нужно вот через вот эту платформу ну я думаю так сделала большинство далее у нас паник в 64 юнита получается это волну максимальная высота на которой можно запрыгнуть поэтому под него приходится спейсинг под под сказать подбирать надо воткнуться очень легко можно офигенный потолок да очень классный потолок такой skybox еще стекло да и так нет нет вода по моему налита а да да это маленький слой воды по красного цвета под skybox а офигенно овощи классно буллин сложно идею взять так дальше видимо что это у нас не кнопки просто комната после 4 не лава который убивает когда я включил эти полосочки на полосочке потоньше сделаем можно в принципе прыгать вот здесь по центру чтобы была траектория более прямая но если вы не уверены в себе и не владеете собой вас приступы эпилепсии пока вы прыгаете это можно обходить сбоку в принципе чтобы убили коллеги за важно сбоку новой кутрию тоже можно сбоку но это менее гораздо менее эффективно чем в цепи двери у нас открываются сразу никакой какой текстурка какая двери у нас получше чем на карте помнишь помнишь как она была нет не помню там но как бы главное то что не успевает открыться с любой скорости они очень нет но не очень быстро если ты с левой стороны прыгаешь можно а вот еще кстати многие спрашивали за про этот даблджамп про этот об он он стабильный ребята он стабильный он абсолютно стабильный тут я честно когда меня спрашивали остык о том об не рандомный я не понимал вообще о чем речь потому что я на карте не играл вот мы теперь я вижу да что он действительно стабильный и можно попробовать его ловить как всегда на если есть даблджамп на максимальную высоту вот что я не то то с него как бы обычно почти всегда ловится об но горизонтально тоже высоту если подать ну еще можно двери эти открывать выстрелом если кого-то смущает просто в них влетать чтобы чувствовать себя увереннее в лаву как мы видели я падал немножко меня он дамажит и и здесь у нас по бокам такие немножко наклонные стены которые случае случае если вы зацепите на повороте то вы к ней прилипните и это я думаю некоторым могло очень сильно мешать хотя вот эти уже прямые это очень хорошо и мы стенки здесь у нас бортик не знаю зачем в принципе можно было бы и не делать его и видим мы что куда-то вот по данным судя по всему надо тут мост и перила интересно можно поделать даблджамп и может быть даже на большой скорости можно и перелететь каким-то образом честно даже пока не представляю но обычный ролик это у нас вот этот мостик можно по перилкам покурить какие-то патрики да то есть до должам по счету можно еще не словить да да можно еще сделать сделать сделаю что тут ты слышишь вперед кторит нет не слышу у меня нормально думает думали а у меня выключен этот обвинем зеркало зеркало да это у нас или портфель тут пады пада пада которые сожалению не такие простые да у многих новичков возникали проблемы и вот здесь у нас судя по всему финиш но тут хорошо то что вниз когда падаешь тебя не убивают эти телепортируют в эту же комнату то есть у тебя есть возможность потренировать именно эти под ты на тренировываешь и потом плюс физики сетям есть выход из телепорта можно сделать и скорости себя добавить то есть да кстати и если я забыл джампом не кстати забыл джампом если вылетать то можно сразу на этот патник это это можно но ты знаешь как это сложно один из тридцати наверно у меня получалось просто он там но сильно надо да очень прям вообще на максимальную дальность на железо обзвать но это может у меня руки кривые не знаю и эксцелент нам говорят никаких кнопочек ничего нет текстурки немножко туда поехавшие да кривенькие немножко он в принципе все все очень простенько проходит в среднем это получается если убрать какие-то косяки то 20 секунд это у нас такой получается хороший средний тайм и примерно насколько я мог заметить 20 секунд и такой к средний тайм был всех нам 20 20 на 20 лет начали буду показывать сейчас да даже во первых что у нас из грязи есть во первых давай поменяем физику потому что сначала право кутри расскажу потому что вроде как я играл в обе физики и они чуть отличаются хоть не сильно но чуть-чуть во первых что я могу сказать то что в кутри до хиста можно тоже допрыгнуть если мы приземляемся прямо перед вот этой рампочкой то мы взлетаем наверх то есть делаем три прыжка как это и по идее если очень быстро делает то с верхнего около хиста можно сделать прыжок то есть тут два варианта прохождения либо мы пролетаем подлетаем на это рампочки перелетаем вообще вот это все и приземляем куда-то сюда либо мы приземляемся сходим вниз с нее либо мы делаем циркал на вот этой платформы и сразу прыгаем за вот это вот как это сказать но если циркал делать мне кажется очень большая вероятность того что вы там просто разницы практически никакой по тому как тебя дамажут и циркал он тебе дает больше скорости чем если ты падаешь то есть ты пока падаешь в воздухе намного меньше скорости набираешь чем-то цирком сразу намного больше ну просто ты пока циркал делаешь может убить тебя да может убить но если быстро делать то тебя не успевает то есть если быстро выпрыгнуть то за меня не успевала сейчас я просто крик его руки типа давай сразу за перепрыгиваем за этот за платформу и по идее но если брать есть то в обоих физиков быстрее делать делать цирку то есть чем чем падать вниз однако но по скорости там по-разному в кутре есть оказался быстрее реально чем чем без хиста потому что с него мы прыгаем сразу сюда и получаем кучу скорости быстро-быстро прыгаем вперед по другому вот итак мы взяли хейст прыгнули вперед набираем скорость прыгаем прыгаем если мы идем очень близко к левой стороне двери двери они могут не успеть открыться и открыться и мы воткнемся вот в эту дверь поэтому приходилось брать чуть правее и практически по центру здесь проскакивать ну либо стрелять до либо стрелять потом что делал приземляемся туда-сюда делается только направо есть у нас еще есть здесь ну один прыжок сразу до уголка отсюда прыжок налево тоже несколько прыжков прыжок вперед вперед и здесь у нас уже к сожалению есть отбирают в зависимости от того как вы быстро проходите у вас ну где-то вот оттуда наверно до отсюда у вас отберут хейст по любому я успевал вот с этой точки приблизительную последний цирка сделать перед и сразу после цирка у меня отбирали хейст как-то так и то есть нужно было успеть добежать сделать циркл набрать побольше скорости потом с этой скоростью которая осталась бежать дальше туда вот но никакой здесь срезы ну как минимум внутри я ничего здесь не нашел обычный стрейф здесь ничего не проходится эти перелены кривые неудобные а вот в эту дурочку тоже не пролезть потому что не знают это неудобно все плохо но я не знаю какая-то топовая к сожалению не смотрел на что очень найдено крутое в уху 3 к сожалению даже если делаем дабл джампа у нас нет то есть никакого вы в уху 3 дабл джампов просто не да поэтому здесь никаких обувь ничего нету просто мы набираем стрейфом скорость перепрыгиваем эту штуку здесь делаем выпрыг и стрейфим по этим пазиком вот в кутре если очень хорошо выпрыгивать ну принципе попадом нормально пропагается я не скажу что здесь что такое обычные пады они плюс еще видишь такой формы что можно и слабенько прыгать можно и чуть посильнее прыгать чтобы не перелетать я здесь один раз прилетела вообще последний под поэтому ну нет даже я вам подъем лиму края только прыгал его и прилетел нафиг но скупе падаю не стоит сравнивать то есть они такие сложные они вроде простенько стрейфишь направо налево и спокойно допрыгиваешь до финиша то есть там в общем финиш ну как бы вот она вся дорожка в уху 3 сейчас я попробую вот три быстренько пройти потом поменяем на физику себе разница здесь физик отличается вот у меня здесь отобрали как раз здесь есть криво попал и получается ты прошел ну 25 секунд так давайте поменяем физику и попробовать пару раз вот как я сказал может быть зацепиться как-то сможет крауч там еще нажать что в эту рампочку из через потолок хост очень сильно подкидывает может надо как-то броком не 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 там же вот это как-то там же там же можно об эту об грань купить не основная и тратаюсь меток не получается тут нужно тут нужно вроде анти смотреть и я не уверен то что там получится зацепить может быть на каждых любых и скорее ударешься ударишься головой сюда чем пролетишь на выше чем не раньше не пролетишь но можно удариться из просто присесть ты будешь я слышу типа ну все то есть он там сверху только сверху и наверно вот так вот уголком около пола около пола так вот физика себе в принципе здесь тоже самое можно залететь наверх сделать цирку быстро и попрыгать с этим с хистом до финиша здесь даже дальше намного пролетается лево прыжок дабл джамп то есть вот стандартная дорожка насколько получилось если это и с учетом того что я брал есть но к сожалению у меня получилось что дорожка без хиста у меня казалось быстрее чуть-чуть то есть я проходил без хиста обычным дабл джампом главное здесь его идеально словить и тогда там где-то 0405 получается быстрее чем прохождение с хистом видим потому что мы не тратим подлет почему у меня получилось быстрее то еще но как бы двери я уже говорил ворот направо очень жалко то что нельзя было вот этот угол за ски мить у прям очень жалко потому что он всегда верт подкинет он на из головой можно было спокойно приземляться перед этим углом ски мить его перед этим углом тоже ски мить и дальше прыгать а так приходилось его по окружности обходить и следующий кружок куда-то вот сюда приходит приходил у меня по крайней мере и заски мить этот угол меня ни разу не получилось то есть приходилось здесь тоже вокруг его обходить и мне кажется как-то медленно получалось здесь что хочу отметить вот это здесь в зависимости от скорости можно может быть подкинуть на разную высоту то есть либо мы на вот эту рамку приземляем как бы вот которые либо если у нас много скорости приведем велись прям близко можем попасть на вот вот эту вторую рамку и тогда нас подкинет прям чуть-чуть выше чем дабыл джамп то есть я на самом деле сначала думал то что мне там рандомный обсловлен словил несколько раз три дымки таких я думал ничего за нафиг потом посмотрел в дымке оказалось то что у меня высота было не сколько там с дабл джамп не 92 или сколько забл джамп обычно высота 91 91 юнит вот всегда с любого дабл джампа даже если я где-нибудь маленький сделаю то есть все 91 то есть у меня там высота 94 95 юнитов то есть прибыл у меня рампа в него подкинула вот что еще то есть если близко прыгаешь здесь получается такой плавненький дабл джамп больше скорости за ворот прыгаем прямо и пролетаем дальше здесь почти всегда получается дабл джамп и к сожалению дабл джамп там очень очень маловероятен можно если как-то получится приземлиться вот в эту точку сделать не дабл джамп а просто просто проползти по вот этой вот платформе упасть вниз и после этого уже подпрыгнуть приходе в т.п. да можно сделать давай здесь сохранить попробую вот этот вот прыжок игре у меня он этот тележамп прям очень плохо получался я его тесте тесте потом забил на него и проходил без этого боже он просто очень тяжело допрыгивается и как бы ну да такой достаточно техничный тележамп получается ты делал должен экономить там не знаю 0 3 секунды или около того но как бы без него в принципе я не стал максимально заворачиваться что еще есть предположение по поводу срезы возможно который мы увидим на топ-1 я пробовал пробовал так и мне не получилось она какая-то рандомная сложная и короче не получилось в чем задача в том что у нас здесь есть этот пиксель если мы сделаем дабл джамп этот пиксель то мы это мы сможем туда лететь но сколько я не тестил у меня ни разу туда дабл джамп не получился потому что я на скорости почему-то всегда бьюсь головой а вот эту штуку или я сейчас пытаюсь дабл джамп сделать это не получается потому что куда бы я не приземлился мне почему-то всегда получается потому что по-другому надо может ну кажется что от любой вот этой платформочки маленькой можно сделать дабл джамп то есть здесь можно сделать дабл джамп пикселей в которые 10 можно дабл джамп сделать можно черненького даже попробовать сделать ну не знаю у меня ни разу не получилось дабл джамп от того маленького выступа старался может кто-нибудь сделает может быть как-то по-другому здесь можно пройти там типа на скорости разогнаться прям вообще до хрига и скорости вот как на этот краешек долететь до туда но я прям ну это не очень удивлюсь да если так то реально можно ты уже жестко может какой-нибудь арка или ты сделает у меня скорости не хватало там нельзя в воду кстати там какой-то полететь да и посмотреть если там что-то есть джи спит он серверная команда и не дастся просто так ухты а то есть это вода только здесь же нет воды здесь еще он а вы тут можно за а но это курва в принципе это не так важно то что он здесь о в принципе это все я не скажу что здесь еще можно сделать кроме вот этого стандартного прохождения и возможного дабл джампа и возможный как бы все стандартное можно здесь сделать дабл джампа сделать коп но он здесь мало чудо с потому что скорости много прохождение без хиста у меня получилось быстрее да ладно попробуй просто дайте-то финиш разок и вот еще здесь приходилось первый прыжок делать прям вообще слабеньким либо возможно делать какой-то вот такой вот зигзаг но все равно втыкаешься нужно можно сделать при джамп нужно прям куда-то около стенки как ты извращаться его делать чтобы не делать я нормально поэтому я делал и забываю вот таким маленький прыжком вот то есть у меня получалось то что вот этот вот маленький об он давал больше скорости чем чем подбор хиста и прохождение с хистом потому что когда скорости набираешь много она как бы дальше ворачиваешь только кнопками вправо-влево скорости мало набираешь и она не так сильно растет и как бы такая же траектория получается что из хистом и приблизительно туда же приземляешься приземлении то есть также перед этим дабл джампом еще все то же самое короче ладно я не придумал здесь че еще можно намутить сейчас будем смотреть демки дымов много да сейчас будем их смотреть мера кап раунд 5 какая-то демка которую не приняли да да и потом потом отдельно в самую последнюю очередь и посмотрим окей начнем с в q3 сколько дамок 59 ладно лунтик плей я подозреваю что проблем финишных падах там будет будет ну скорее всего начинал он вообще без хиста воткнулся в стенку мог бы как-нибудь по-другому попробовать стрейфить что ли и здесь можно было спереди попробовать подпрыгать здесь упал ну вроде простая карта здесь тоже втыкаться ощущение что вообще первый единственный раз запустил карту и росло то что получилось ну нет сервер тайм 3 минуты посмотри видимо до этого падался в силипорт вначале много раз или в лаву там не знаю пару раз упал и умер чтобы что по стрейфу какие улучшения можете кнопки кнопки мне кнопка сейчас сейчас быстро 5 сек я включу кнопки мне какая эта кнопка какой-то отображает нажимаем клавиши я к сожалению не смотрел чем там нажимал вот она но он в зонах не находился долго в зоне набора скорости у него цирка очень страдает ему потестировать карты на циркал джамп то есть или на на блин как она 3 хаос бы то есть сейчас 3 хаос нет коз 1 в это 7b карта называется на ней есть сейчас это 7b даже сейчас покажу потрачу 15 секунд карты загрузится здесь если начинаешь карту так на физика себе заходим в нет это сюда здесь есть как распады для ваку 3 то есть потренировать для циркал циркал джампов то есть вот зелененькие красненькие все сложнее и сложнее мы проходим вот эти красненькие допрыгнули падаем в телепорт переходим дальше и вот те вроде как самые сложные но они не такие сложные есть на каком-то какой-то карте забыл на карте самое сложное для цирка сейчас видите какой я я не могу под перепрыгнуть один что-то слишком где резко дергаю ладно переходим к следующей демки мод хулиган 28 и 6 play в общем если кто хочет может потренировать циркал джампа и мне кажется это поможет ему там начинать карту поворачивать после на поворотах где это нужно делать но вообще я бы советовал никто хочет а прямо зашли обзор посмотрели зашли и поиграли хотя бы минут пять кому зайдет тренировка тот пусть тренируется кому не зайдет пусть будет прыгать нам 10 из 10 последние черные можно переставать тренировать может перестать играть дефрак либо он его пройдет нет это только цирку ну и что и хулиган уже более тактично подошел меньше днем с первого раза прошел последний пада вот туда хорошо да ну очень даже не плачала отлично так начинал вообще в принципе это не страшно потому что там можно было воткнуться легко проходил без хиста очень много потратил на вот такие втыкания плеер 500 рублей без ну да вот если бы не впилился там в этот лагерь и вот здесь сразу все прыгай стп прошел до конца да кстати это очень круто и очень смотри-ка очень-очень долго жмет кнопку прыжок я не знаю как он вообще падаете пропрыгал но так так делать не надо намного меньше чем когда у вас зажата кнопка прыжок у вас направление ускорения идет и вверх и вперед на и на кнопочки которые вы нажимаете естественно ускорение падает в несколько раз то есть если нажим в полете отпускать кнопку прыжка у вас ускорение вперед будет сильнее набираться как бы скорость и все такое желательно нажимать прыжок только в момент касания земли очень желательно вообще на один фрейм но это сложно поэтому поэтому люди стараются хотя бы просто по несколько фреймов его нажимать да ну именно в момент призвления главное контролирует и все-все остальное фигня 25 и 2д на 3 секунды уже на 3 секунды на целых да интересно какой же как же он проходил пропасть у нас скилевый игроком до 27 26 секунд нет уже более четкий стрейф можно даже обратить на то как он нажимает на прыжок чтобы взять самим пример допустим но это конечно не идеал но в крайней мере он нажимает и минутный пушка неплохо пройдено в конце конечно немножко не дожимал цегас по моему не дали не доходил он мышкой до нужны зоны а тогда вполне декус россии 24 4 play еще нас почти секунду быстрее 08 что же он нам покажет так цирка в принципе неплохой начинал даже в центра мне кажется очень много народу посмотрим сколько кстати использовала хейст потому что он уже на 2 секунды не отстает 24 4 итак следующее пуш за темп и и са 23 5 play это сик съедет я так понимаю игрок это наполовину россиянин наполовину и сада в принципе неплохое очень неплохое неплохо пройдено кстати и вот эти ручки с как бы серкалом очень классными и выпрыгнули на пятьсот шесть слушать минус 11 у меня реально видели плохой очень тайм я постараться побольше сделать ладно корж и скин xm один тайм еще посты до корж play вот пар за темпы он у него чуть мне прям понравилось так как будто бы уже техника чувствуется ему от осталось немножко приторчиться ищут типы как бы опыта немножко еще не туда цирку с хейстом начинал до первую игру который начал с кейстом да весьма неплохо даже как-то почти без остановок моста пропрыгал у него концовка как-то из-за того что вдоль стенки прыгал в роте скорость очень маленькая была на из-за этого потерял да надо было на правее брать наискосок проходить gravity 22 и 8 play да тоже циркла с хейстом нормально залетел по-другому здесь начинаются странно немножко прохождение ну такое да специфичные я бы больше наискосок просто не знаю но и финиш такой нормальный ну нормально нормально прыгают прыгают очень нужно хорошо еду volvi канада 27 play плотные очень таймы видимо не такой большой разброс карта простенькая за исключением последних плодов для некоторых да тоже с подбором хиста принципе все то же самое прохождение как я проходил ноут в конце на массу этот circle у него немножко кривенький он из-за этого потерял он как бы должен был более диагонально лететь да 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 он его ли влево как-то так получилось но это скорее всего из-за моста потому что он кривой и он видимо там когда начинал делать какую-то часть текстуры она у него уже типа вниз пошла и он с него просто ну-ка в общем криво зуме украины 27 play еще на два фрейма или на один на один фрейм быстрее очень близкий тайм же почти то же самое посмотрим разница есть вот он может быть на мосту даже сделано получше на фрейм здесь сделал дополнительный кружок видимо суши и нужному стуле тоже нормально получилось да да стрейф очень классный фет сапсан россия мужская область play еще на два три то или три я не считаю да еще в общем на чуть-чуть быстрее у нас в эти пальчики плохо мы дофраги перепрыгнул даже это форма которая сделала пушка дан устроить в полу и больше наскосок да 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 сейчас чихнул давай все пишем в комментарии будь здоров интер 22 и 7 play ой нет я не того зажал сейчас так чём еще на фрейм винта стрелой да циркала залет наверх циркал с хистом нормальный принципе стрейф но динкант после моста как-то спорно как же читать же до стенки проходят на но это медленно по-любому мне кажется у тех кто наискосок будут проходить хотя мне тоже не очень динка так киа на x22 и 4 пина 300 быстрее чем винтер ты вообще видишь как киа на x растет да очень вообще очень быстро и дико растет так вас плей ну как бы строить строить все такое это я строить не люблю ну среднец нет и не сравнил селики аннекс или enter enter сам блин и я у меня строить вообще в русский это чё я всегда даже не оправдание у меня тоже ну пускай я же пушки только играют вот у нас кусок проходил и этим сушили вообще дружку офигеть я в конце ну конечно хуже и тут есть бонка я уверен если он в конце выпрыгнул нормально силипорт он плюс сотку сделал у меня вот этот поворот кривая в пород там воткнулся в стенку или я не помню сейчас за срем да да я нажал play начало в принципе такой же как у всех тут разница прям почти нету никакой куда теперь уже все берут есть теперь это мейнстрим открыл себе двери зачем ну да вот у тебя мост исполнил недостаточно хорошо и хороший выпрыгнул и вот то есть ты у тебя лучше вот какие очки у кенекса были сколько плюс был сначала минус потом плюс потом опять минус он на мост на мосту быстрее меня прошел он кого-то на скраску сколько там 100 с чем-то было а ну вот я сказал и 150 он потерял на последнем последнем стрейфе но мог сделать двадцать двое один получается нет 22 и 2 250 ну да окей ладно мог темпера но не получилось play 22 и 3 наш чилийский друг который кстати говоря выпустил трейлер о том что скоро у него выйдет фильм про дефраг ну и мувик будем ждать или смотреть стрейфик он конечно классно и вот здесь он из косов пропрыгал у него последний стрейф фигнирует грудь нет круче чем круче чем у меня на 50 не да там он до телепорта по-моему как-то там он так же как я вошел он в телепорт вошел плюс 050 на финише плюс 100 у него последний стрейфик неплох 22 из 2 гризли play на 50 по-встречу темпфикс дальше посмотрим как дергать мышку непривычно ну это каких-то 4 на дедовский раздает вот финиш войну до телепорта у него плюс 250 а потом финиш плюс 150 то есть он потерял 200 на последних падах там можно было короче трейфить бриган 21 8 но как play на 400 еще 400 мне кажется на мосту как-то по-другому пропрыгивали быстро проходили эту часть я посмотрю где еще можно срезать два прыжка а ну вот он может сказать почти бессерта там просто просто 400 нашел просто как на пропрыгал а и на финише еще сотня еще плюс 40 сделал реку кстати топ-3 бриган поздравляю с бронзой рекрут топ-2 серебро да поздравляю нашим просто оскорбился в стиле ну это кс же звание сервер самый типа ну короче ладно земли красили кратко силе вау не 600 пройдено фигеть классное прохождение вообще учиться на вас обстоятельства у кита там что нам еще сам забываться еще как и play посмотрим топ-1 кет венгерский наш венгерский мачо где-то у него тоже с уголка начинал очень быстрый циркл прямо щит чуть-чуть зацепил буквально пол за счет граунд фреймов плюс 700 аж нифига смотри он вместо того чтобы делать лишние лишнюю траекторию себе удлинять на мосту ниже на перилене сделал и вырулил более прямую траекторию сделал и вместо того чтобы делать вот этот полукруг которые делали все по мосту он просто взял из ну что ж поздравляем вот этих всех всех кто присылал демки поздравляем кита рекрута и бриганда стоп-3 и остальных со всеми топами и переходим к cpm демкам начнем один я их не переименовал сейчас народ я их переименую чтобы можно было просто снизу вверх по порядку идти 5 спим потому что мдф демки они они будут путаться с обычными выполнить так как переименовано нажмем вверх спим и вот они все дают спим те кто онлайн написано м вот буковка в конце sky ellen украина 22 и 408 нашел его все давай смотреть play 22 секунды интересно где там основное потеряно проходил без листа не словил который там был поворачивал кнопку вперед очень советую поучиться как выращивать вообще кнопками влево-вправо потому что при повороте кнопками влево-вправо еще набирается скорость даже кнопка вперед она очень очень плохо набирается ну да советую поучиться кнопками вправо влево поворачивать и лучше улучшать свой стрейф путем направлении правильном зоны ускорения гайды есть мир уже нажимать я опять не спалил так ну ладно римыч россия play 29 быстрее на полторы секунды и так что же нам покажут и не словил об что ж так интересно не знает что здесь вообще есть и вот то что он в конце не смог с выпрыган сделать это он тут потерял полторы секунды или около того то есть вот просто этот выбрать ему мог дать много-много скорость как скорости и мест поэтому надо бы потренировать его что ли значит такая вообще штука есть лунтик 2720 play еще на 200 быстрее чуть-чуть наверно тоже останавливался после после телепорта тоже он не словил совсем у меня было больше скорости поворачивал кнопка вперед очень медленно сторону прошел все целиком но все же и сразу выпрыг учись делать выпрыг стп учись поворачивать кнопками вправо влево вот супер звучит 29 19 9 play вот он наверное проходил даже может быть медленнее но просто сделал выпрыг я так думаю еще посмотрим потому что мало места еще можно срезать и не сделал как будто не особо пытался вот я сейчас не посмотрел на какой он высоты подключил возможно они там равно был на на рамках 19 9 ну нормальный стрельф вот он прыгает под скоростью 1000 и второй раз прыгает нас на высоту 37 юнитов и скорость вообще не убавилась мне кажется как так высоко 37 юнитов счета чик ну то есть там же не полный прыжок не 48 раньше честно фиг его знает как так получилось какая-то непонятная рампа фиг знает ощущение что он там равно на обсловил и поэтому не подпрыгнул совсем ну как выглядит одна котейка 19 8 play еще на 100 миллисекунд быстрее бросил уже кнопкой вправо-влево нормально сделано джамп и вот отлично в принципе пройдено без ошибок единственная на поворотах очень много терял потому что резко мышку дергал нужно работать над тем чтобы плавно поворачивать главное вести на поворотах да и поменьше стенки втыкаться он по моему несколько раз воркнулся зацепил стену мне показалось то есть нужно более плавную траекторию и больше скорости как-то все это проходить не знаю гимрок беларуси 19 5 play 60 ты чё ты чё кровите а я пропустил его блин я чё-то думал что мы видим два раза кликнул ок ок мы щас котейку смотрели да да ок gravity play 19 584 на 300 он быстрее прошел проходила с хистом вот уже минус 700 хоть имеется хейст но скорость принципе тайм не такой большой и выпарк 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 прыжки прыжки и лишь 1584 сейчас еще взгляну как она была надеюсь не 90 прыжок прыжок до 90 вообще не знаю там какая страна рампа гейм-рок беларусь да-да play дабл джамп без не словил об прыгал по кругу блин скорость меньше поворачивал только кнопкой вперед но неплохо получился дабл джамп неплохо завернул и благодаря этому обошел кучу народу на финише его тоже не супер пупер и все равно из-за более плавной траектории он вот так высоко поднялся выше чем будет куча народу дукич 19 4 play или дукач он не было него влево принципе неплохо плавная траектория нормально звернул хоть и плотнулся в стенку последний из трейфа нему так себе сползник 19 3 play соль так частенько достаточно пробежал плавника чисто там не а стены это такое когда но надо больше скорости больше работать над стрейфом вот ловить оба которые здесь просто так есть которые можно ловить не рандомные и почему-то их никто не ловит пока еще ни один человек мне кажется у него настройки неправильные настройки чего настройки ты можешь проверить как там настройки умов 0 сек 0 а должно быть всех восемь нужно даст и ловить гсинк один муфикс 0 мусек у него помню правильно выставлено а подожди сейчас там скилл синхронис один пункт фикс это не все правильно он там желтеньким написано я просто смотрю почему-то на остаться вроде все норм там скилл синхронис фиксит сек ну ладно надо просто ставить синхронис один фиксит 0 или на бросик храну с 0 фиксит один мы сейчас запутаешь всех там об что-то вон они что-то в этом короче настройки баксин планет рэйв play 19 и 184 поменял он планета переселился не нравится на земле будет видимо как только сеть руки перебили сразу он проходил не ловил об халявный ну блин халявные там 200 200 скорости у него открыто взялось 800 800 а это онлайн дэмпинг я живу просто прошел просто рассказывай потел патита на 35 секундах так но и на финише стрей тоже выпрыг из телепорта по-моему хотя не знаю насколько там слабенький надо было делать но можно было хотя бы вид что сделал выпрыг кости репорта сделать а не просто вываливаться из него начать стрейфить он было бы чуть больше скорости и быстрее бы добежал до финиша врач и 120 play еще на 64 миллисекунды быстрее чуть-чуть тоже онлайн днк проходил он с хистом здесь обувь не было если проходишь хистом ворота в принципе получились стрейф стрейф ну смотри вот я сразу заметил он на поворотах особенно стараться максимум выжимать то есть он перед поворотом дополнительный еще скорость поднабрал потом после поворота еще под на баку то есть вот он и чувствует уже что нужно где-то вот тут дожать как бы а потом уже можно поворачивать а кто-то готовится к повороту там кнопку типа зажмёт ну ты знаешь да как а вот это медленно все происходит а у него это достаточно уже так сбалансировано становится принципе мне кажется он скоро тоже начнет показывать рост следующий мод хулиган 18 8 play еще на 300 быстрее он тоже онлайн днк видим много народа в онлайне играла эту карту и без оба ну что же никто делает или это сервер почему-то без оба был золотом не знаю очень плавные плавные повороты в них не выпрыгать надо его мне кажется чуть порезче надо бы в зоной переключаться потому что он не знаю как-то медленно вышка мышка переводит и не доводит ее до правильных зон и в общем старых ножом нужно больше играть наверно на год деку россии владивосток 18 8 play 24 еще чуть-чуть быстрее очень близко таймы идут но как бы по чуть-чуть они все быстрее быстрее почти не было циркл джампа не было стало условленного оба подпрыгнул джампа вверх в принципе даже какой-то аналог был выпрыгнуть рекорд она тоже не так быстро пройден сражу кучу жмут фио просе play 18 из 784 еще на 50 наверно быстрее нали около того какой резкий цирку поворачивать надо поворачивать словлено там реально это топ он давал очень много очень много времени люди уже полторы секунды теряют на финише тоже можно было выпрыгнуть получше у меня 17 секунд было даже с хистом без оба там потом я попробовал без хиста им я получилось даже быстрее ладно кого мы сейчас смотрели я остановлюсь запоминала так сейчас вы мода минова а минова хорошо 18 760 play на два фрейма быстрее вот все по чуть-чуть и по чуть-чуть очень-очень близкий таймер в цепочку это резкий проходил с хистом хорошо в телефон кстати финиш я не знаю что говорить не очень быстро нужно учиться более плавно наверно заворачиваете больше скорость набирать перед воротами но это да все страйф 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 опирается бума россия play 18 344 почти начинка нет наконец-то большой отрыв 400 миллисекунд почти полсекунды здесь уже страйф без оба такой-то воротах он в принципе пол тысячи у него была скорость куда он проходил все что можно и дальше он в принципе нормально прошел ничего такого интересного если бы сделал об после дабл джампа он был там спокойно 200 300 еще прибавил ну да так страйф нужен почетче все но этого всем не хватает почетче как-то немножко драм ликора даже как это переводится драм это бочка это баба я понимаю я пытаюсь перевести на русский ну вот смотри драма баба улкера закреплены давай сейчас открою google translate и посмотрю как это все перевести потому что я сам некоторые слова не знаю translate google.com драм русский русский чем не переводится драм барабан цилиндр барабанный бой ликую и ликую это жидкое мыло и ора это никак медибривается короче это бочка смыл ликую это не ликую ослабил об вот как раз это топ не очень неплохо поворачивал сохранил 1100 почти до финиша и здесь неплохо о блин да ладно я отдаю фризис загибин за оригинальность бочки с мылом да было бы намного быстрее если бы проходила финиш нормально нас с выпрыгом можно было сначала сделать выпрыг а потом уже спиной проходить было бы быстрее и так сидит делаешь циркл джамп или из телепорта и потом разворачиваешься в полете начинаешь строить был бы круче смотрелось наверное ладно так фай 18 0 play так он не делал об он на тысячи двадцать проходил практически все все плавненько плавненько пройдено не потерял почти скорость и на финише принцип неплохо просто то есть главное то что он смог сохранить скорости почти я не потерял на поворотах многие из тех кто был ниже он доходили до 1000 а потом до 900 сбрасывали на повороте налево или направо поэтому они потеряли новой скорости моддет россия 18 0 play еще на чуть-чуть быстрее мод дед моддет моддет да моддет 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 без оба скорость у него почти не прибавилось на 1000 все проходил 1060-1070 немножко скорость и да буржан выбрать и все в принципе неплохо пройдено то есть как бы он набрал скорость сохранил ее не нигде не потерял и было быстро в принципе прошел нормально да я вот уже вижу очень много 17 секундных дымок dm россия play 17 920 не значит сказать смотреть так начало в принципе неплохое джамп и несловленный об и он без оба просто с цирком 100 рейфом проходил все это все что можно немножко потерял скорость и потерял на вес дабл джампа в относу в рамку и вот на этом он потерял ну в итоге 500 до 800 и в конце финиш тоже не очень быстрый ну вот как и так вольве канада play еще на 100 миллисекунд в общем таймы идут близким их много по чуть-чуть по чуть-чуть быстрее быстрее вот цирку кстати нормально из прямо из угла делал ой него дабл джамп не вышел но он даже не хватило скорости может он специально так проходил без дабл джампа ну там же спейсинг меняется без дабл джампа проходишь хороший кстати вы прокислили порту был у него игры может он специально так проходил не знаю ну надо спросить у него волве скажи нам там в кинотарик напишешь если он русский да ну ладно Avenger Россия play Avenger Avenger советский дефрагер российский хотя может еще и советский 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 как старше о слой слой лоб 1055 1060 чуть-чуть он десяточка потерял на повороте направо все остальное в принципе плохо нормально тележамп финиш нормально в принципе пропрыгал финишный стрейф неплох все неплохо но я бы знаешь как в конце я бы в конце делал слабенький тележамп но стрейфил бы в максимум я так делал даже если вообще слабенький слабенький делаешь там последний патт прилетается нафиг да там приходится приходится направо налево стрейфить и на прям самый левый уголок приземляться а он по-моему по центру проходил да да вот а если бы на левый уголок было бы быстрее а кит kisses ну да play это у нас кислотные поцелуи кислота поцелуи какие-то у нас ники стали странные да почка смылом ну то наверное не было но с чем-то еще не знаю надо надо еще помочь гугл транслайд да не больше смылом подходит нормально хехехе мне не нравится я так буду назвать ну в конце вот я заметил если ты это слышишь х братан ты очень рано начяешь менять сторону стрейфа ты не доживаешь зону ты не нажимаешь сторону до конца прыжка ты начинаешь переводить на этом очень много теряешь вследствие упадок или получше пошире расставлены сначала сводит а потом приземляет ждет приземление 3 8 рано нужно сначала прям в момент касания земли уже менять стороны хотя углу не управлять но у хокс по моему даже говорил нужно нажимать прыжок а нужно менять сторону когда нажимаешь прыжок то есть ты пытаешься нажимать прыжок вы именно в момент приземления и сторону нато меня тоже именно в момент приземления потому что момент приземления у тебя минимальный набор скорости и ты как бы соединяя вот это все ты минимизируешь вообще потерю мысли люди взяли по идее различного доботы могут и воздух и менять стороны но они это просто делать мгновенно Но так как мы не боты И руками приходится поворачивать То, да, чтобы Проходить быстрее, желательно В момент касания земли менять стороны Итак, кипиш, Челябинск, 17.6, play Ну что, сейчас Салат и всех касается, прислушайтесь Даблджамп и Несловленный опп, просто Сиркл, стрейф, стрейф, стрейф 1030, чуть-чуть потерял скорости И воткнулся на рампе Потерял, завернул чисто И даже теледжамп не сделал Проходил прямо Ну, вот здесь даже вот эти Финишные пады, они почетче сделаны Прям видно, что он Если бы он делал теледжамп То у него было бы быстрее Почему он просто вываливается из ТП И начинает стрейфить Надо хотя бы фальш Теледжамп Да, хоть какой-нибудь Ну и этот, какого? Ну он, типа, знаешь, из Челябинска Настолько суровый, что ему не нужны теледжамп Ну и плюс, оп, халявный Почему не словил, не знаю Ауром, да? Делал выпрыг СТП И попрыгивал краешком И вот это дало ему очень дофига плюса Много плюсов В конце Вот Ауром Классно пройден Концовка Нормальный выпрыг Все хорошо Ну не знаю Мне кажется ДТП, видимо, где-то потерял Пятьсот получается ДТП До Телефорда Мякипус Мякипус Да, плей Обогнал на суть Тачку Какой-то Ну баса Какого-то Ауром Который играет уже Не за каких лет Еще как-то в садик Собачка Даблджамп И Несловленный оп И вот Вот финиш Он Вот он без Опы И перебил Ауром А все почему? Потому что Собачка прыгает быстрее Финиш Он себе кости кинул На финиш И все И видел Заквен А, слушай Вот у меня тут вопрос Очень серьезный Да Они С девушкой С бочкой мыла Как-то Про роуты базарят Интересно или нет? Типа она ему Такая Закидывает А я-то нашла Роут А тебе-то не скажу Не знаю Может это он за две демки Присылает Может быть Но Или он типа Такой А я с Хейстом Буду проходить Я думаю С Хейстом Быстрее Она такая А вот я считаю Что без Хейст Особым быстрее И вот они Типа такое Знаешь Соперничество Это вот это Классно будет Ну ладно А если они Короче Заглянули Плей Посмотри В комментариях На два фрейма Получается Или три Быстрее На три фрейма Так Даблджамп Без Хейста Нормально словленный Оп Вот 1130 Аж у него была скорость И вот благодаря этому Сделал даблджамп Здесь отлично завернул И финиш У него Тоже не так Ну Все-таки Судя по всему Роуд У них один Получается Собом И Я даже не знаю Можно ли им доверять Не могу ничего сказать Торниер 17.3 Плей Еще на 120 Быстрее Как ты тактично Ушел Бачка смыл Я думаю Тебе Выехали Страйк Страйк С самого начала Начинался Без оба Проходил до 1090 Разогнался 1140 150 Видите как он Право Кнопочками Право-лево Разгоняются И дальше Еще разгонялся И цирк И цилиджамп Очень крутой Финиш В общем У него Офигенно У турнира Пойти Стрейв Он заворачивал При завороте В право-лево Он даже набирал Больше скорости И вот так Круто прошел Да и траектория Очень хорошая Была Вон прям По углам Очень хорошо Поворачивал Маскаль 17.0 Плей Ну что Все лучше и лучше Он места Занимает У нас Маскаль Плюс у него Видимо Стрейв Стал расти Да Не зря Быстрый Циркл Дерзкий Да и крутой Обсловленный Тоже по траектории Поворота Все хорошо Хорошо Билджамп 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 Если бы ты играл Он бы тебя перегнал Не Не думаю Ты хочешь Меня кикнуть Сыны Ты про это Говоришь? Нет Просто спросил Зорт на пару Фреймов Быстрее Тоже Ловил Об Тоже Тысяча Тысяча Десяти Ой Тысяча Словать В общем Неплохо Пройдено Моя дамка За 16 9 Плейт Поп 3 Поздравим Деревянный Медалью Деревянный Почему Это Броза Вроде Тысяча Деревянный Смой 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 Словило В принципе Нормально Думаю Прошел 1130 140 150 Даблджамп Низкий Выход ТП Фиговый Тележамп И Плохо Там Можно было Еще Сотни Снять Если Пока По Кончикам Пропрыгивал На Фрейм Лучше Тебя Сделал Дар Секс Плей 16 928 Наверное Все То Самое Сейчас Посмотрим 1170 Даблджамп Высокий У меня тут Скорость Больше А Конец Хуже Нет Конец Прям Один В один Как Мой Но У меня Тоже Он Хреновый Поэтому Так Получилось Там Я говорю Там Сотни Можно Еще На Финише Было Снять И Демка Тутти Фрути За 14.5 На 2.5 Секунды Он Секунды Он Быстрее Сделал Наверное Срез Прошел Мне интересно Как Давай Смотреть Play Тути Тути Фрути Тоже Пока Не Молодец просто покажу как делать не надо взял есть вернулся на старт со старта проходит все это на войне так можно но как бы в онлайне когда вроде бы можно сделать но вот на компетично такие дырки не принимаются потому что это считается не спортивно да и все равно финиш у него фиговый теперь давай смотреть демки сначала вы кутрики это на ставим скиллом 05 я потерялся папках так какой там скилл 05 как обычно кеток 20 на 6 play очень интересно ставим скиллом посмотреть демку тут я крути сейчас глянем очень прямо из уголка начинал стрейпить залетал наверх очень-очень быстрый техничный циркл джамп на наверху сделан стрейпить албитом как раз он заворачивал немножко здесь . в очень четкий краундфрейм очень четки вот здесь до у него об кстати было мне вот очень интересно он воздавил нет или мне показалось что да сейчас сейчас я смотрю раздали просто прямо вот было вот именно по модельке даже было видно как будто он приземлился вот прямо на фрейм а потом он там же это делал как его поворот направо до grand frame из ground фреймом у него вот скорость 608 690 720 а 630 и после приземления у него 700 720 не не сделал он подтвердил он подтвердил нормально точно да ладно где-то тоже не китник ну давай давайте посмотрим он там где-то он опуним уже после грандфрейма был поэтому и финиш и так демка тутти фруйте play тех перебил циркл падает принципе в зону из косок делает выбрать подбрал есть и стал пытается быстро все пройти до расстрелял скорость 1230 40 50 60 6 трейф он добирает заступом даже кого специально чтобы добавлялся и упал вниз чтобы получился вот так нормальный жампом классно да как у вас на прохождение ну чтож как обычно после обзора я открываю открываю так 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 где она где она где она где она анонс вот призы я открываю браузер и на нем вы видите результаты этого капа как вы можете видеть здесь результаты по людям как классно двигается вот демки которые можно скачать очки кто сколько получил демки комментарии можете прокомментировать кому что нравится не нравится можете под этим видео прокомментировать и на данный момент как бы на данный момент уже закончился к сожалению я наверно не буду в этом обзоре показывать результаты я просто покажу то что шел competition по карте ран дтс который начинал с 18 13 надеюсь что на него тоже будет куча демок на котором был рокетран ракеты в общем скоро будет обзор на эту новую карту мы и тоже посмотрим и покажем все демки пока присылайте на на все что можете на текущий который идет прислать просто наверняка когда вы смотрите какой нибудь компетичный идет даже если год прошел уже можете на него тоже прислать демки вот ну что ж всем спасибо наверное за обзор я не знаю что еще сказать да всем спасибо за обзор хоть было очень приятно смотреть да пишите комментарии обязательно и пусть языки он или бочка мыло напишут по поводу дорожек как они ищут приятно смотреть приятно обозревать ну ты сказал всем спасибо за обзор ну в общем как то так все всем спасибо да да все всем спасибо всем удачи всем пока пока